Новый многофункциональный медицинский центр имени Симашко запустят в Симферополе через две недели. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Чтобы снять вопросы, связанные с дефицитом коечного фонда, мы договорились, но еще Ольга Владимировна скажет еще в эфире, что через две недели у нас полностью будет готова больница Симашко. Соответственно, мы развернем еще 480 коек, будет развернуто для борьбы с пневмониями и, соответственно, и с коронавирусом. С тем, чтобы не было необходимости закрывать другие лечебные учреждения на территории Республики Крым. То есть мы от этой практики все однозначно уходим. Работы по возведению современного медицинского учреждения на окраине Симферополя стартовали в сентябре 2017 года. Общая готовность объекта по состоянию на середину апреля составила 99%. Медцентр собирались открыть уже несколько раз. Ранее Сергей Аксенов анонсировал ввод объектов в эксплуатацию в июле этого года. На заседании штаба глава Крыма также заявил, что новые ограничения из-за коронавируса в Республике вводиться не будут. Все понятно, что эпидемия будет с нами еще очень долго и так далее. То есть поэтому хочу сказать, что никаких новых правил и новых положений, каких-то режимов не вводится. Но однако все действующие режимы на территории Республики Крым, я имею ввиду, то есть это связано непосредственно с работой предприятий и так далее, коллеги, все помнят, что это обязательные для всех нормы, которые обязательны для соблюдения. Ни отрасли целиком, ни сферы бизнеса, ни школы закрываться не будут. Переводиться школы на дистанционное обучение не будут. Однако локально классы, как сегодня Валентина Васильевна скажет, если внутри класса происходит ситуация, то есть Роспотребнадзор там принимает соответствующие меры. По состоянию на 15 сентября в Крыму коронавирус выявили у 40 человек. За минувшие сутки диагноз подтвержден у 40 человек. Сегодня на лечении в стационаре находится 1121 пациент. 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, из которых 3 на аппарате ВЛ и 13 на неинвазивном ВЛ. 7 пациентов находятся на кислородной поддержке. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 3341 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 2133. Из них 49 за минувшие сутки. За весь период скончались 42 человека. В свою очередь в Севастополе зарегистрированы 19 новых случаев заражения по состоянию на утро 15 сентября, сообщили в пресс-службе правительства города. По их данным, инфицированные люди в возрасте от 23 до 82 лет. Все местные жители. Еще 8 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 675 человек. Выздоровели 474. 20 пациентов умерли. Продолжение следует...